мама счастливая и вот собственно счастливый победитель мы наконец сегодня увидели я не знаю про что будет сегодняшний влог, но мы сейчас находимся в Доме Дружбы Народов и здесь проходим бал, колледжи, в котором участвует штат раньше я тоже таким участвовала, сейчас если получится мы можем посмотреть как он танцует это уже пятый день в Ижевске, наверное даже шестой, я жду не дождусь когда приедет Толя, но мне тоже не скучно, сейчас я еду на встречу с моим пепетитором по математике, которая помогала мне готовиться к ЕГЭ, чтобы просто полидаться и затем мы с мамой идем к ее подруге на день рождения, думаю будет весело смотрите, да, я захватила гитару с собой, у нас там есть кому поиграть, а я буду петь, там все будут петь, мы все поющие такова природа Ижевска, здесь много талантливых людей и скромных конец сходила к репетитору и совершенно ничего не засняла, потому что встреча была настолько душевная и часто сталкиваешься с такой проблемой, когда тебе очень хорошо, ты абсолютно забываешь записывать все, что происходит на видео и в итоге влоги получаются весьма рваными, потому что ты пытаешься, кажется, жить в моменте, но в то же время хочется с вами чем-то поделиться и показать всю эту атмосферу, которая тебя сейчас окружает, но ты не можешь, потому что ты забываешься в общем, мы круто посидели с моим репетитором и с ее мужем, мы в замечательных отношениях уже очень много лет Это, наверное, лучший учитель, который был в моей жизни И я уже вот сейчас сходила с мамой к маме на работу, мама у меня парикмахер, работает в парикмахерской Ни хрена не видно настроения, короче, настроение у меня гуд, но теперь нужно будет привыкать к новой прическе, потому что я теперь брюнетка с короткими волосами Вот, сейчас мы с мамой поедем на день рождения к ее подруге, подготовили цветочки, надеюсь, ей понравится Нас пригласили на день рождения в ресторан Pride Он открылся недавно, мама счастливая, очень предвкушает она тусовку веселую со своей подружкой Мы взяли гитару, потому что сыновья, подруги хорошо на ней играют Потому что мы будем сами играть и петь Да, потому что мы все тут талантливые и поющие, я уже говорила об этом Вот, выглядит очень цивильно ресторан, правда, находится он на сегодняшний момент в жопе мира, потому что это практически другая сторона пруда на набережной То есть мы объехали весь пруд, чтобы добраться до этого ресторана Шипет! Еще рано так говорить, мама Это под конец можно уже Сейчас посмотрим, как нас встретит девушка Такой вот интерьер Здравствуйте Еще елочка Мне кажется, тут тали Хорошо, что мы не разделись Нам придется сейчас идти через улицу, мы пришли не туда Мы первый раз здесь, поэтому пока ничего не испортит настроение, даже если вход с другой стороны А, ну конечно, вип лаунж Так, вот такой вот букетик мы подготовили Алло, мам, поправь, пожалуйста Давай я поправлю Короче, там бар флористик, я очень люблю у них заказывать цветы Очень крутая компания, делают быстро, качественно, очень красиво Мама сейчас будет своей подружке дарить букетик, погнали Она уже приготовилась, сидит, ждет Здравствуйте Здравствуйте С днем рождения, дорогая Поздравляю Как красиво с днем рождения Вообще, как отдыхают взрослые люди? Очень цивильно Закусочка Водочка Таблеточки В моей семье, по крайней мере по маминой линии Все разговаривают между собой на удмуртском Это как определенный такой язык, который дети не понимают Если надо что-то секретное рассказать, то обязательно все начинают говорить на удмуртском И вот, самое частое, это когда ты за столом что-нибудь пробуешь У меня бабушка по папе, в общем, его мама говорила Звучит, мол, вкусно По маминой линии Что говорят обычно, когда что-то пробуют вкусное, мам? Все молодцы Душечки Очень вкусно А я, пока мама блистает своим удмуртским Покажу, что я запомнила с последнего занятия по английскому Итак, сельдерей, celery, огурец, cucumber, перец, pepper Помидоры, tomatoes И редис, reddish Шпинат Произношение может быть неправильное Спинах А, короче, я смеялась над тем, как он кишется Мы с братом смеялись Спинах Я мама Не то, чтобы это с тусовкой старпёров, но нас сюда позвали и мне здесь не весело Почему всегда, когда я говорю, что тусовка деревенская мне нравится? Потому что я из деревни! Шпинат 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 Короче, к Арчи приехала семья Вы уже видели ее в предыдущих выпусках Надо с уважением поехать на машине Но для того, чтобы с уважением поехать на машине, машину нужно толкнуть Потому что кто-то забыл выключить музыку или свет И то, и другое Вот Сейчас вообще все ровно Я специалист по толканию машин Надо прикрутить клеммы, да и все Я их открутил Что сделать? Клеммы прикрутить А зачем ты их открутил? Ну, тогда я уже понял, что это аккумулятор Просто думал, может откручу, прикручу и заработает Да, лайфхак по тому, как завести автомобиль Ну, не надо делать вообще Это не помогает Да потому что торопишься всегда вот такая тема Да? Да И жить торопишься, и чувствовать спешишь Ну, потому Это кто? Исенин написал? Да, да Фед 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 Фед, блин Исенин Ладно, сейчас сюда налево мы ее толкнем И потом с горки Феел Так, ну что, процесс пошел Классно жить в горах Ну, короче, несмотря на горы, когда у вас вообще не горят лампочки Походу с толкача машин не заведешь Жесткое начало хай роллерского дня Фу, ну, хоть размялись с утра чуть-чуть Поехали на такси Мы на даче, или как по-другому говорят, в нашей семье на огороде. И Толя над этим ржет. Поехали! Толя скоро приедет, Руди. Толя! Толя! Куда мы приехали? Амшенский двор. Куда? Так. Свой парень. Амшенский двор. Почему он так называется? Амяно-грузинская тема. Так. И что такое амшен? Это диалект. У армяне есть два диалекта. И ереванский, и амшенский. Ага. Типа есть ереванские армяне, русские, грузинские. А отличие от диалекта сильное? Да. Да? Понимают они друг друга? Ну, процентом 73. Понятно? Конечно, годится. Хорошо. Привет, молодежь. Привет. Что, говорят, вы спрашивали, будете ли вы на YouTube-канале опять? Да. Что хотите сказать? Попущу. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Все, молодец. Вот это успех. Дети топ вообще. Не обманут. Хашлама из говядины. Это хашлама. В общем, сегодня у нас третий день турнира хай-роллеров. Настраиваемся на него просто отлично. Супер вкусно поели. Вот с этой армянской женщиной. С этим видом. Для тех, кто любит, в общем, грузинскую, армянскую, в смысле, кухню. Супер место. Очень вкусно. Топчик. Место для платной рыбалки. Вот озера. Я не знаю, видно их нет. Можно как-нибудь сходить, половить рыбку. Уже настоящее. Тоже неплохо. Ну, а работа блогеров, она такая, понимаете. Пока мы ходим и снимаем всех, все хопают лопатами. Лена, иди-ка подмени меня. Давай, давай, привыкай. Ты обязан будешь сделать хорошую баню, Толя. Да, если собираешься жить в своем доме. Давай, привыкай. Леночка, я найму себе работника. А это кто? А это кто? Мне не нравится, Дима. О, Псёныш, вот как ему, вот как ему хорошо. В любом деле есть минусы. Руди покакал, я попыталась это убрать и наступила. Боже с какой. Это ужасно вообще. Я еще и раскидала это во всей Татусе. Понравится здесь жить? Очень. Сенте, лесные поляны, да? Да. Приезжайте в гости, там реально приедут. Мама. Мама. Что, погодка в поляне? Чистый кайф вообще просто. Я не знаю, передаст ли это камера. Вот так валит снег. Все заснежено. Вот пингвины тут ходят. Местные жители. В общем, вот такой модный бейджик. Блин, обратная сторона. Вот такой модный бейджик. Мы получили только в последний день. Вот, можно будет снимать в казино, поэтому немножечко поснимаем. Что там, как устроено, как, где, что происходит. Вот. И немножечко о поляне. Открылась сыроварня. Тут ресторан Новикова. Он уже стал сетевым. Кто не был, там очень неплохо. Казино Сочи состоит из двух этажей. На первом этаже шпиль, рулеточка, blackjack и прочие вещи. А на втором этаже покерный рум. Нормальные пацаны идут по лестнице. Толстячки поднимаются на лифте. Все удобно и комфортно. Вот, короче, классный бар. На нем порой сидят очень даже симпатичные девчонки. О, Маш, привет. Это было так неожиданно. Это не постанова. Да, да. Как дела? Нормально. Вот расписание серии SPF, которая уже прошла. Вот чисто сегодняшнего дня. Ну и основное место всех людей, которые страдают зависимостью от никотина, это туалет. Ну а точнее балкон из туалета с вот тактенским офигенным видом. Потом покажу еще один балкон, который вообще не хуже. Просто погода, какая-то сказка, чудо. Снег валит. Одноклассник, одноклассник. Вот это, конечно, не постанова была. Да, здорово. Чисто по кайфу. Человек мерчил. Толстовочка, кипарик, все четко. Прик сетин, все. Зашлете, карту скинули. Найп, пожалуйста. Карту скинули в личку, да. Короче, вот здесь точка регистрации. Если вы хотите зарегистрироваться в турнир, тут просто есть классные, суперпозитивные девчонки. Нужно обязательно дать карточку у игрока. И желательно еще дать фишки. Как это делается? Очень просто. Вот я вместеру по жопу, конечно. Такие черные фишечки по 100. Красные по 5. Розовые по 500. И много разных других цветов. Вход в турнир 850 фишечек. И добавочка. И без добавочки. А куда мне добавочка? Я и так... Анатолий карту. Анатолий карту. Карту забрал, что ли? Да. Ничего себе. Бесплатные вот такие бутылочки воды можно брать. Красная поляна. Очень вообще нужны. Одна условная единица. 70 рубасиков стоит. Турнир Баунти. Как это работает в офлайне, вам дают вот такую фишечку. Ценностью в 300 условных единиц. Выбили человека, получили фишечку. Потом поменяли на денежку. Правильно? Да. Все, чатенько. Добро пожаловать в Сан-Тропе. Здесь, ребятки, играет финальный стол. В центре стола наш мальчик. Все нормально. Вот супер ребята, которые стоят с камерами. Так что, кто любит покер, у вас тоже есть шанс оказаться на таком финальном столе. Для этого надо зарегистрироваться в турнир и приехать в казино Сочи. Буквально мелочь. Второй раз не буду повторять, что это основной хейтер канала ДДХ Покер. Он закатался уже на 5000 условных единиц. Как так за три дня? За два? За четыре. За четыре. Ну, короче, серия, как обычно, складывается. Планы есть на баунти-турнир на последний? Да, отбиться. А баллы на фолд будешь со мной играть? Отказано. Блин. А вот кто у нас тут? Николай Фальк, кто следит за покером, знает, что человек буквально несколько дней назад на серии на Кипре выиграл мейн-эвент. Коль, что на чиле таком, на расслабоне? Все с уверенностью? Да. Сколько получил? 250. 250 условных единиц, только там это прям доллары, правильно? А не как в казино Сочи. Это твой бест кэш? Да, в Лайне получается бест кэш. Кайфанул? Нет, вообще бест кэш. Кайфанул, конечно. Это планируешь куда-то, я не знаю, там, инвестировать или какой-то кайфушку там себе купить на выигранные деньги или так просто? Нет, все в банкрот. Увеличили банкрот, как говорится? Все в банкрот. Все нормально. Коль, ты часто гоняешь в Дегас? Много раз был уже на Флэппе? Последние пять, по-моему, вроде. Там получается, складывается? Последний раз выиграл до этого, прислай игру, грубо говоря. Что там затащил в последний раз? В Мэйн дипнул и пятое место в Мэйне. Нью Орлеанс, такое казино там есть древнее. Что дали? 30 с чем-то и 40 с чем-то. Неплохо, неплохо. Скажи, стоит человеку, который увлекается покером, ну вот это прям должна быть мечта попасть в Вегас на Флэпп? Это кайф? Это кайф. Чистый кайф? Чистый кайф первые две недели, потом это уже рутинно. Надоедает, да? Ну а если ехать, то на сколько? На месяц. На месяц, по-любому, да? Меньше нет смысла. Понял. Вчера, блин, классно. Мы с Коляном посидели. Я сел за его стол. У него там полянка, водочка, красная икра. Турнирчик идет. Все по кайфу. За что ты любишь оффлайн-покер? За первое место. За первое место. А за тусовочки, за друзей, за общение это кайф? Кайф. Ну вот ты в первую очередь. В первую очередь за тусовочкой общения. Пошло. Красавчик, поздравляю. Гот лак. К покерному столу можно заказать что-нибудь перекусить, выпить кофейку из урезанного меню. Но все равно достаточно удобно. Отдыхай, катай. Отдыхай, катай. К нам за стол посадили моего двойника. Передай привет подписчикам. Нет? Он просто не такой сексуальный, как я, поэтому стесняется. Пошла вода в хату. Все за баунти гонятся. Скажите мне по-другому. Вайна, Эллин. Скажите? Простите, варти, пожалуйста. А, варти. Валеты. Бежало будет. слушаю вас расскажите как вы стали как вы стали темки вы стали и чем вы это стали сделали под труд и армяне и вам повезло короче для тех кто не знает во время стрима когда глеб там выиграл main я решил разыграть перелетный spf проживание и собственно вход в main event и вот собственно счастливый победитель мы наконец сегодня увиделись я вчера его немножко подвел он должен был вчера main сыграть а я проспал просыпаюсь несколько пропущенных вызовов но извинился и вот сегодня в день б пойдем вместе с ним по кайфу офигел вообще реально когда так произошло я вообще просто сидел думаю что происходит ну обычно розыгрыш большой там куча народу выиграл просто знаешь мой ник такой в телеграме победитель до победить не помнишь сколько народу часто тысяч три человека офигеть ну естественно я сидел просто сначала 15 минут на рассмотрел на этот ник не понимал ты играл оффлайн до этого один раз сыграл в кэш понял и я тут заметил что ты решил четко подготовиться но чтобы не дрожали руки как говорится вот потому что мы зашли позавтракать и просто муа эксперт эксперта не дрожание рук реальный лайфхак я говорю можно ли пожалуйста капучино вот ко мне виски с полы чтобы быть уверен да ну как настрой вообще супер боевой пока готовился реально настраивался все как тебе нравится в поляне супер видок да скажи погодка супер снег валит летом тут был летом не очень понравилось зимой пушка да ну чё все будем проходить сегодня в день 2 давай шипит только что закончилась финалка супер хай роллеров на которой меня не было но мой кент которого зовут толя на ней был был достаточно коротким стеком буквально три дня назад вообще утоли ничего не складывалось вот я такой братан не парься все будет ровно и после этого ровно он выигрывает сейчас супер хай роллеров а завтра будет на финалке мэйн-эвентом по моему неплохо нас когда-то 9 чек-чек пошел реализовывать валят 10 злотников но не поехали его бакдора терном 50 тысяч разобрался в ситуации анатолий банк полтора миллиона по ее не доехал злотников до верен себе злотников и огромным блефом он забирает пальму первенства он становится чип-лидером вот так вот происходит подготовка фотографии победителя супер королевского турнира классно выставляют фишечки свет камеры победная рука с которой то ли все-таки выиграл 9 супер хоролеров что-то узнаем сколько он получил за первое место мы болели было как-то так вот супер медиа годзиллы просто казино сочи как а как еще и вот чемпион доля ночь у тебя не масочка чтобы тебя никто не узнал вот я потом буду говорить что это я ну чё как ощущение дощение прекрасное устал правда очень сильно спал за серию наверное часов тринадцать четырнадцать всего анатолий а как в ваш блог попасть очень просто очень просто наши наши пацаны и чё сколько дали за первое далее слушай ну да я тоже на финалке был я мы знаем мы знаем с рома в мейн и венте сидели вдвоем кратышами ромка блин был на финал субка роллеров и завтра будет катать финалку мэйна вот так вот так раскручивается в общем далее 76 потратить есть план как бы перевести твоего корги в мексику а либо пока не хватает денег на перевоз ну либо 20 либо поставить на черное сейчас утром спуститься на 1 ребят пишите в комментариях ставить на черный или на красный не слушай а скажи мне когда вот так вот тащишь и знаешь что завтра ты второй стек или первый 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 чапак в мэйне ну вот типа какие мысли реально но мысли просто проснуться сказать себе утром не исполняй играй просто спокойно постарайся покаять свою игру блин насчет не исполняй ребят просто и кто увлекается именно покером посмотрите трансляцию супер хоролеров вот слова не исполняй я просто показал свои страусиные яйца ты просто признаешь если ты сделаешь дабл это вообще дабл что это но это будет но мы угорим надолго я тебе гарантирую чистый кайф пошло всем республике это фортуной даже даже блефы проходили какие которые не должны пересматривать а можно пересмотреть проходите проходите как договаривались кушайте барашки турниров еще много будет я надеюсь вы не сильно расстроитесь посмотрим погладим вам взаимодействуем я спросил у вас что вы хотите и вы говорите ну конечно массаж спа там какая-то отдых в отеле это все хорошо но мне для работы нужен ноутбук давай не море скинемся добавим я могу добавить там с кредитной карты зачем зачем такой праздник всем кредитные деньги использовать и мы дарим от меня от нашего канала вдыха покер вот этот прекрасный asus viva book отлично я сам лично выбирал вы предложили несколько вариантов я спросил у команды потом еще в магазине поискал в общем отличная модель я уверен спасибо а баран сейчас у нас будет плов а там это ресторанчик а связь баранчиком у нас только будет плов потому что нам приготовили очень вкусный площадь ресторанчики мы пойдем его кушать все вместе вы как за такую идею а мы подумали что это раз слишком что вы не будете знать куда его деть то есть вы не восприняли это то есть было бы да куда деть из-за что барана все что да есть курс бесплатный для новичков покер да а это кто такой у нас здесь козлой производитель это козел такой здесь да вот такой серый такой а что змея делает а если подумай мы могли поделить ну продолжить и но основные деньги целую через фонда поделить и оставить там 15000 но я такой типа давайте тысячу моему другу зашлите они отказались и у меня неудачный отрезок сложился и у меня стек очень сильно упал и у меня все в чате кубиле ты все зажалки как ты проиграешь вот одна из лоб обстирали ну часть людей основной основной это конечно поддерживал давай раскручиваться я все-таки раскрутился и вот мы уже поделили большую сумму когда один на один остались и я довольно легко одолел в этой схватке выпьем за встречу что все наконец-то сбылось все получилось так как планировали как задумывали и частичка этой победы сто процентов у меня вообще все я теперь могу ходить надо Да, да, не я так.